Выходные в Улан-Удэ выдались шумными. Вчера ночью пенсионер устроил стрельбу в центре города. Мужчина остановил машину возле кафе на Почтамской, достал из багажника карабин и начал стрелять. Он сам сдался полиции спустя несколько часов. За выходные в Бурятии произошло 55 ДТП, в том числе с пострадавшими. Так в субботу в Тарбогатайском районе пьяный водитель УАЗика без прав не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП водителя и его пассажира с травмами доставили в больницу. Еще одна авария произошла вчера утром. Водитель автомобиля Volkswagen Polo на скорости влетел в светофор на левом берегу. Пострадали три человека, в том числе и сам водитель. Их госпитализировали в БСМП с травмами различной степени тяжести. Сегодня утром еще одна автоледи под шафе столкнулась лоб в лоб с другим автомобилем. ДТП произошло на улице Барнаульская. Пьяную виновницу ДТП доставили в больницу. Сегодня утром пьяная женщина пыталась в туалете одного из кафе. 26-летняя девушка поссорилась с другими посетителями заведения, а после заперлась в туалете. Женщина нанесла себе травму в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются причины и все обстоятельства случившегося. Девушку доставили в больницу. Шестерых пропавших в Бурятии обнаружили мертвыми. Сегодня представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» отчитались о своей работе за месяц. Всего в сентябре они получили 123 заявки на поиск пропавших людей во всей республике. По итогам работы спасатели нашли 89 человек. Шестеро из них оказались мертвы. Поиски еще семерых продолжаются. Житель Севербайкальска отдал лжеброкерам более 5 миллионов рублей. Ему позвонил представитель якобы инвестиционной компании и предложил вложиться в товарно-сырьевой и криптовалютный рынок. Сначала мужчина перечислял маленькие суммы, а затем взял кредиты и стал переводить миллионы. Он понял, что связался с мошенниками, когда его сделку заблокировали. Полиция в Бурятии призывает граждан отказаться от участия в сомнительных инвестпроектах. Если вы не владеете необходимыми знаниями в данной сфере, высок риск столкнуться с интернет-преступниками. Всего за последнюю неделю жители Бурятии перевели мошенникам 8,5 миллионов рублей. Жертвами аферистов стали 44 человека.